Добрый день, дорогие друзья! Добрый день! Шалом! Мы продолжаем изучать Тору. И сегодня у нас по календарю, давайте посмотрим, какой. 7 апреля и 6 Ниссана. В этом году идет рядышком еврейское число и григорианское. Еврейский календарь и григорианский. Сегодня 6 Ниссана. До Песоха осталось 8 дней до исхода из Едипта. Отлично, 8 дней всего осталось. И мы с вами скоро выйдем на свободу, на свободу от всех ограничений. Говорят, что Машех придет вот в это время, в этот месяц Ниссан. И каждый Ниссан мы ждем, но сейчас ждем еще сильнее. С каждым Ниссаном мы ждем все сильнее. Почему, например, да? Я вам скажу, когда-то несколько лет назад я разговаривал с одним своим знакомым. Ну, такой ему сейчас где-то за 50 лет, за 50 лет, может, больше, ну, между 50 и 60. И он последние годы, как многие после 40 лет, начинают болеть, да? То есть уже гарантийный пробег закончился. Уже это как машина с пробегом. И чем она старше, тем у нее начинает отваливаться все больше запчастей. Так же и человек после 40 лет, он начинает уже то-то отвалиться, то здесь отвалится, то зуб выпадет, то волосы сидеют уже, да? Краска слазит. Это волосы сидеют, это краска слазит. Но тоже не сидеют. Это просто та красочка новая, которая была, она слазит. Теперь, значит, и он мне говорит, вот ты знаешь, говорит, я думаю, вот я все время жил там, деньги старался зарабатывать, все. Ну, а сейчас уже понял, ну, заработал-заработал, не заработал, не заработал, уже как-то подуспокоился. И думаю, вот какую мне цель себе поставить? И говорит, я понял, что я хочу Машеха. Вот и с каждым годом все больше и больше хочу Машеха, потому что привести именно, да? То есть он деятельный человек, он не просто хочет Машех, чтобы пришел и посмотреть на него. Он знает, что Машех придет, когда каждый вложит в этот процесс свою долю, свою долю, знаете, как свою лепту. Такое слово лепту. Он хотел внести большую лепту. И он начал там фонды организовать благотворительный, много там помогать начал. Но все время у него было намерение привести Машеха быстрее. Зачем? Чтобы не умереть. Есть такое мнение, что когда придет Машех, то процессы энтропии, то есть распада и умирания, они исчезнут. И тогда те, кто застанут приход Машеха, они уже попадут в новую реальность, когда перестанет тело стареть. Умирать никто не хочет. Он говорит, я не хочу потом воскрешать из мертвых. Ну, что понятное дело, что тот, кто верит в Бога, выполняет заповеди, он попадет в рай, и потом он воскреснет из мертвых. Это как бы понятно и очень приятно. То есть, когда ты в это веришь, то у тебя как бы вообще совершенно другое мировосприятие, да? Вот, например, у меня отец умер, я знаю, он сейчас в раю. Я вот помолился с утра, значит, сказал Кадиш за него. И я понимаю, что он там получил какую-то свою дозу духовного подъема и взлета, да? Потому что вот сын Кадиш сказал. И дальше потом будет воскрешение из мертвых, значит, и все увидятся. Теперь смотрите, что получается. А получается то, что если застать приход Машеха, то даже не надо будет умирать. То есть, вот эта духовная реальность соединится уже с материальной. В общем, это он так хотел. И мы в этом месяце... Ниссан — это месяц, который предназначен для духовного подъема. То есть, даже если Машех не придет в этом Ниссане, у нас у всех есть возможность подняться на следующий духовный уровень. Причем обычно поднятие на духовный уровень происходит так постепенно, постепенно. Человек много работает над этим, трудится, старается. Тору изучает, молится, делает добрые дела, изучает какие-то святые книги. Я помню, у меня был один знакомый. Он начал соблюдать когда заповеди. Начал соблюдать заповеди, и он сразу хотел перепрыгнуть в... Знаете, как человек идет вначале в школу. Потом он в школе изучает алгебру, какую-то математику, диаметрию. Все он изучил, получил аттестат. Потом идет в институт. Потом в институте он учится. Потом он идет в аспирантуру. И после аспирантуры он уже... Там его берут в научной исследовательности институт. А он хотел... И в Торе точно так же. То есть, все как бы идет постепенно. А он сразу прыгнул в научный исследовательский институт. Начал учить кабалу. И вот он... А он еще даже иврита не знал. И он просыпался по ночам, я помню. Просыпался по ночам. Чтобы не засыпать, брал тазик холодной воды. Туда опускал ноги в тазик холодной воды, чтобы не засыпать. И сидел на русском языке, читал какие-то книги по кабале. И он мне говорит, вот, а ты почему не учишь кабалу? А я ночью сплю. И я приехал к нему в гости. Как раз... Ну, приехал к нему в гости. У него дом такой большой. Он такой обеспеченный был человек в то время очень сильно. И, значит, и он говорит, как, просыпайся ночью, давай учить кабалу. Там, с полуночи надо учить кабалу. Я говорю, смотри, я еще не на том высоком духовном уровне, чтобы не с полуночи учить кабалу. Я говорю, спокойненько, вот, учу Тору, простую, понятную, открытую Тору. Выполняю заповеди. Пока, если я не чувствую, что мне нужно что-то сверх... Сверх, какое-то сверхзнание, да, такое. Мне и так хорошо, я знаю про Бога, что есть Бог, Творец, вот то, что мы учим, я тоже знаю. Все. Он очень удивился. Но что дальше было? Дальше он где-то пару месяцев он учил кабалу. А это же, ты понимаешь как? Уже ты смотришь на людей, которые просто ходят в синагогу в меня, а не молиться с презрением. Типа, они кабалу не знают. Кто это такие вообще? Они просто простые такие люди, которые просто недельную главу читают. Он начал с презрением смотреть на тех, кто просто соблюдал заповеди. А потом он перестал вообще сам соблюдать заповеди, потому что стал шибкоумный. А я, как, есть шутка такая, что я вот поддерживаю позицию нашего министра здравоохранения. Какую? Тоже не люблю шибкоумных. Не здравоохранение, а образование. Хорошо, все, начинаем учить Тору. Значит, мы учим простые, простые вещи, которые вот именно фундаментальные вещи в Торе. Значит, вот книга о Йом-Йом, на шестой Ниссана. Она нам сообщает следующую идею. Значит, опыт показывает, говорит нам Любович Тереба, по-моему, составил эту книгу. Опыт показывает, что меньше размышляя, а упорно и старательно трудясь, основывая свою работу на благости Торы. Значит, это перевод с иврита. Не знаю, как это звучало на иврите. Но благость Торы такое слово непонятное. По-простому давайте. То есть, опыт показывает, что чем ты меньше входишь, вот это ответ на вопрос Дамира, чем ты меньше размышляешь о каких-то там величиях Бога, а больше трудишься, основывая свою работу на том, что ты должен выучить наизусть Псалом Давида и повторять его. Потому что если ты не будешь его повторять, Псалом Давида, тогда ты будешь думать в этот момент о чем-то вообще непонятном. То есть, есть простые вещи, как в бизнесе, во всем есть рутина. И люди богатыми становятся не потому, что они такие прям шибко умные, да. Есть все равно рутинные процессы. Этот мир, это мир рутины конкретно. И если ты не делаешь правильные действия, в этом мире успеха не будет. И он говорит, в Торе то же самое. Нужно старательно трудясь. Значит, и тот, кто так подходит к Торе, именно как к труду, то он обязательно добьется успеха в духовном своем росте. Понятно? Вот давайте помолимся Рафа Ашлома, чтобы был мэр Даниэль Бен Эмма и все другие, которые выздоравливающие, чтобы Бог им дал полное выздоровление, духовное выздоровление и физическое выздоровление тоже. Чтобы все, кто нуждается сейчас в выздоровлении, действительно очень много людей страдают. И значит, чтобы они все выздоровели и поняли, что это все только милость Всевышнего. Все, что мы здоровы, это милость Всевышнего. Если мы заболели, это какие-то проблемы у нас внутри были. И дальше выздороветь мы можем только, если мы эти проблемы в себе преодолеем и вернемся ко Всевышнему. Все, значит, первая идея понятна. То есть меньше думай, больше делай. Меньше уходи в кабалу, а больше изучай правильные, простые вещи о том, как ты должен взаимодействовать с собой. Человек должен быть осторожный, не делать никому зла. Человек должен быть расторопный, быстрый, делать заповеди. У нас всегда есть возможность сделать какую-то заповедь. И чтобы мы были осторожны, расторопны, служили Всевышнему. И только в конце, чтобы мы глубоко-глубоко поняли, как же все-таки Он сотворил мир. Он сотворил, мир уже есть. Все, понять, как сотворил, можно и без этого понимания жить. Можно жить просто с верой, что Всевышний сотворил мир. И в этом мире дал Тору. И в этой Торе сказал мне лично, что делать. И я делаю то, что сказал Всевышний, и Он будет, значит, с каждым действием, когда я выполняю Его волю, мы с Ним соединяемся. Все, то есть я перехожу на следующий уровень близости ко Всевышнему. Как в жизни? Человек, который, вот, например, я хочу, например, с Дамиром партнером стать партнером, да, партнером. Вот я просто на этом примере. Значит, если я, он мне задал вопрос, я ему ответил. Он меня попросил, я сделал. То мы с Ним становимся партнерами. Если я, например, Дамир мне говорит, это как, какой-то вопрос. Я говорю, отвали. Значит, а, у меня нет времени. То мы с Ним не становимся партнерами. Так же со Всевышним. Всевышний нам сказал, значит, кто человек, жаждущий жизни? Тот, кто любит все дни, видит добро. Все, значит, выполняем. Смотрим вокруг. Ищем добро. Тут добро, там добро. Тут солнце встало, там солнце встало. Тут, значит, могу дышать. А вот тут болит. Болит, болит. Спасибо Всевышнему, что тут не болит. Тут болит. Значит, Всевышний, спасибо тебе, что тут болит. Это ты мне что-то хочешь показать. Наверное, мне надо заняться спортом. Наверное, мне надо к врачу сходить. Наверное, мне надо там питаться по-другому. Спасибо тебе за то, что ты мне с помощью боли показал, где у меня пробой. Понятно, да? Хорошо. Теперь дальше. Вот следующая книга. Следующая книга «Обретение неба на земле». Это тоже очень крутые советы. Очень прям сегодняшний совет. Я вначале его не понял. Я вам сейчас прочту. Вы, может, тоже не поймете сначала. Но потом станет понятно. Смотрите, написано так. Матери, которая пришла попросить совета у Рэбы, она пришла просить совета, стать ли ей машинисткой, чтобы прокормить семью. Значит, какая-то мать пришла к Рэбе спрашивать совета, стать ли мне машинисткой, чтобы прокормить семью. А он мне, знаете, что ответил? Он мне ответил «Не становись машинисткой». Не становитесь машинисткой. Вы, мать, печатайте, если вам нужно поддерживать вашу семью. Но не становитесь машинисткой. Я вначале думаю «машинист». Я думал, что она пришла спрашивать, что я буду водителем тепловоза. Ну или там паровоза, тепловоза, там чего-то еще. Машинист. Но потом я понял, что нет, тут оказывается глубже смысл. Машинистка – это как раз те, кто печатают. Была такая профессия «машинистка». Вот у меня бабушка была машинистка. Она печатала. Стенографисты были, машинисты. Приходит женщина и говорит «Я, говорит, должна устроиться на работу, чтобы прокормить семью, устроиться машинисткой. Становиться мне машинисткой или нет?» А Рэбби ей говорит «Не надо становиться машинисткой. Вы не машинистка, вы мать». И говорит «Вы можете печатать, если вам нужно поддержать вашу семью, вы можете печатать и этим зарабатывать деньги. Но вы не машинистка, вы мать». Так он и ответил. «Не становитесь машинисткой». То есть машинист – это когда человек говорит «Ты кто?» «Я машинист». «Ты кто там?» «Я инженер». Он говорит «Нет, ты не инженер». Он говорит ей «Ты мать, твоя главная же – ты мать. Почему ты хочешь идти на работу, чтобы поддержать детей?» «Так ты еще больше мать». То есть не становись машинисткой, не меняй свое самоопределение. То есть то, кто ты, решаешь ты. Если ты, например, Маше Робейн, он был Эвета Шем, он был слуга Бога, раб Божий. Да, на русском говорят, он был раб Божий. Значит, он говорит «Кто я?» «Я раб Божий, все». «Ты кто?» «Я раб Божий». «Я выполняю Божью волю». «Теперь отлично. А ты кто?» «А я машинист». Значит, это разные роли в жизни. Понятно, да, идея? Вот, теперь это «Как обрести небо на земле?» Это быть человеком, быть, я не знаю, Божьим Сыном, да? То есть можно быть Божьим Сыном, как в молитвах к Богу обращаются Авину, Малкену, Папа наш, Царь наш, да? То есть если ты Бога воспринимаешь как Папа, Авину, Отец наш, значит, ты Сын Божий. Если ты воспринимаешь Его как Малкену, Царь наш, значит, ты раб Его, да? То есть нам непонятно, что такое Царь, раб. То есть мы чуть-чуть живем в другой сейчас концепции, да? Но каждый выбирает все равно, в какой концепции он живет. И каждый выбирает свои степень близости ко Всевышнему. Каждый выбирает себе определение, кто он. Каждый выбирает себе определение, кто они, да? Кто я? Это человек выбирает себе. Кто они? Выбирает себе. Где я? Тоже выбирает себе человек. Спросите, ты где? Кто-то скажет, где я? Кто-то скажет, я в... Ноже начинается, она заканчивается. А кто-то скажет, где я? Я в великолепной вселенной. Кто-то скажет, я в духовной реальности. Кто-то скажет, я в Матрице. Кто-то скажет, я в Иерусалиме. Кто-то скажет, я в Израиле. Кто-то скажет, еще я где-то, да? Да? Понятно, да? Вот Давид Кост, он хвастается, что он в Сан-Рема. Что это? Какой был там зимний вечер в Сан-Рема? Нас погодой не балует. Вот кончилось лето, до свидания, Италия. Да, песня была. Вот представьте, как голова человека работает. Я эту песню слышал в детстве. Вот сейчас увидел слово Сан-Рема, и у меня из подсознания, из долговременной памяти жесткого диска всплывает песня про Сан-Рема. Вот и кончилось лето, до свидания, Италия. Представляете? И, значит, вот так устроен человек. Набор-набор каких-то знаний, которые, в принципе, мне знание про Сан-Рема ничего хорошего в жизни не дало. Я там не был, и, ну, кроме этой песни, у меня с Сан-Рема ничего не связано. Но в памяти она живет, и она мне забила какую-то часть моего мышления этой песни. Понятно, да? Хорошо. Двигаемся дальше. Сегодня у нас отрывок из недельной главы. Мы закончили изучать недельную главу. Нам Всевышний рассказал про, Всевышний нам рассказал про язву, про проказу, про разные лишаи там и так далее. И, значит, теперь, сегодня идет дальше, идет дальше продолжение. И я благодаря ему сегодня вам расскажу очень интересную информацию. Прям удивительно. Значит, сегодня начинается наш недельный отрывок со слов ЗОТА ТУРА. Это учение. Про каждую язву проказы и нетек переводят это на русский струпа. Я вот все эти термины, вообще кожные болезни, я не знаю. Ну, переводят, значит, переводчик, наверное, он подумал, хорошо, струпа. Я и на русском не знаю, что такое струпа. Значит, ну, есть целое учение в Торе об этом, об этом язвах и струпе. Про учили мы уже это все знаем. Мы знаем и про царат, вот эту проказу. Она бывала на теле, на голове, на одежде, на доме. И о пятнах мы уже учили выступающих, и о переходном пятне мы учили. То есть мы уже очень ознакомлены и осведомлены о всех пятнах, которые были во времена первого храма и которые были физическим проявлением духовных болезней. Для нас важно, что точно так же, как в то время это было явно видно и сразу, вот эта психосоматика, то сегодня у нас это видно не явно, не сразу, но все физические болезни – это проявление духовных каких-то проблем, духовных проблем и психологических. И сегодня нам говорится И говорил Бог Моше и Арону, говоря с ними, скажите нам Израиля и скажите им. И тут начинается как раз интересный разговор про венерические болезни. Значит, про венерические болезни. Добро, Эльбне Исраэль, и скажите им, человек, мужчина, да, если будет у него истечение из плоти его, устная тора нам говорит, что именно то, как написано «истечение из плоти», имеется в виду, что ни из уха, ни из носа у него потечет, ни из глаза, а у него потечет из вот этого мужского органа истечения. И устная тора в Талмуде объясняет, на что это похоже, почему это не семя, на что похоже это истечение, то есть идет прям диагностика венерических заболеваний, идет истечение, тогда такое станет нечистым. Написано «везот тие тумато безово», значит, он становится нечистым. Но он становится не такой нечистый, как что его надо отсылать из города, как проказа. Проказа – это серьезная. Это было, видно, проказа – это проявление зла в человеке, злоязычия и гордости. А вот эти все истечения венерические болезни – это проявление разврата, да, то есть откуда берутся венерические болезни от разврата. И дальше написано «всякая ложа, на которую он ляжет, оно становится нечисто». Нельзя те, кто за духовную были чистоту, не могли потом после него нигде там не лежать, не сидеть. Кто коснется его ложа, он должен намыть свои одежды, омыть себя водой, и нечист будет до вечера. До вечера карантин. Нельзя с ним соприкасаться. Представляете, в Торе Всевышний нам дал вот эти вот все законы про карантины. Севший навечно, который обычно сидит, имеющий это истечение, значит, должен постирать одежды, омыть себя водой. И тоже нечист будет до вечера, нельзя, значит, делать никакие чистые вещи. И я думаю, хорошо, значит, если это так, потом, после того, как у него это нечистота, он тоже должен принести жертвоприношение, прийти к священнослужителю, в общем, и очиститься. Я думаю, а что сегодня у нас с венерическими заболеваниями? Думаю, посмотрю. Знаете, сколько сегодня в мире людей ежедневно заболевает венерическими заболеваниями? Вот я вам сейчас скажу цифру, вы удивитесь, и просто, ну, это удивительно, меня, например, эта цифра удивила. На сегодня официально диагностируется в мире более миллиона ежедневно заболевших венерическими заболеваниями. Каждый 25-й человек, то есть 4% людей, больны венерическими заболеваниями. Разными. Они есть, которые течет, которые не течет, которые там и так далее. Теперь, казалось бы, ну, это страшно, да, то есть 4%, вот так вот вы смотрите там человеком, почему запрещены вот эти все беспорядочные половые связи. 4% больны. Но многие могут сказать, ну и что, ну и что. Последствия. Последствия, значит, я посмотрел последствия. К чему это приводит? Сколько умирает в мире от венерических заболеваний? Оказалось, оказалось, что вот это удивительно. Мы сейчас смотрим, страшно, когда умирает 1 человек. Страшно, когда умирает 10. Когда умирает 1000, мы просто говорим, это вообще, это убийство какое-то, это страшно, когда умирает 1000. Значит, в 2016 году, по оценкам ВОЗ, сифилис был одной из главных причин смертности среди новорожденных детей в мире. От сифилиса, которым болели их матери, за 2016 год умерло 200 тысяч детей. 200 тысяч детей родились мертвыми или умерли вскоре после рождения из-за того, что их матери страдали этим заболеванием. Представляете, вот мы говорим, ну, ну там, беспорядочные половые связи, ну, венерические заболевания. Да, чего это такое вроде, чего страшного здесь, да? Зачем в Торе про это писать? Оказывается, это не просто страшно, это, как любой грех, он имеет причину, духовную причину, имеет последствия, физическое последствие. Написано, что любой грех убивает, если его не остановить, он убивает. Вот вам, пожалуйста, сифилис, значит, в год убивает 200 тысяч детей, маленьких детей. Когда мы говорим, что страшно, во время войны погибло с начала военных действий 200 детей, весь мир просто на ушах стоит, не на ушах, а это страшно, остановите войну, мы молимся, просим, это страшно. Как может быть, что дети убивают? Но теперь мы читаем, что из-за того, что беспорядочные половые связи в год после рождения умирает 200 тысяч детей. Можете себе представить, за нарушение духовных законов о том, что чистота семейной жизни, чистота связи, и когда люди нарушают эти духовные законы, то этим нарушением они становятся убийцами 200 тысяч детей в год. Маленьких детей, которые умерли или при родах, или после родов. Вот это страшно, и мы видим, что насколько все-таки нарушение духовных законов страшнее всего. Это приводит к дибели, это приводит к настоящей смерти, физической и духовной. Поэтому Тора, это называется Тора жизни. То есть, если мы соблюдаем все законы Торы в отношениях друг к другу, доброта, и, казалось бы, непонятные законы, да, там, шаббат, это все законы, которые непонятны разумом, но это Бог их дал, то тогда в мире действительно наступит небеса на земле, наступит рай, если мы начнем соблюдать законы. Поэтому от каждого из нас зависит, если мы будем каждый в день выполнять на пять заповедей больше, то мир конкретно мы изменим в лучшую сторону. Все. Поэтому на каждом из нас сейчас есть ответственность за то, чтобы мир улучшился, чтобы война закончилась, чтобы эти 200 тысяч человек не умерли, 200 тысяч детей, чтобы не умерли от сифилиса. А как это сделать? Чистота семейной жизни, семья, чтобы проповедовать, действительно проповедовать, нужно хорошая семья, добрая семья, хорошее отношение, муж, жена, дети. Все. Это то, чего Бог от нас хочет. И не кабалу учить, а именно жену любить, мужа любить, детей любить и, значит, честно работать, честно зарабатывать и честно помогать. Все. Всем удачи, успехов, хорошего, прекрасного дня. Удачи, успехов. Все. Мы молимся, чтобы война закончилась, чтобы все заболевшие выздоровели, выздоравливающие, чтобы выздоровели, чтобы были хорошие семьи, хорошие дети, любовь, и, значит, чтобы Всевышний нам дал, выполнял все, что мы у него просим. Пока.